4 серия и так 29 октября во вторник вечером я оставил андрея перед выбором либо он извиняется либо выйдет первая серия расследования и сразу же мы задаемся вопросом сможет ли андрей преодолеть синдром фараона предопределен ли он к ожесточению своего сердца или же он сам ожесточит себя мы точно знаем что деяние андрея плохое хотя у него были и положительные мотивы он подобен человеку который крадет из церковного ящичка десятину чтобы доказать всем остальным то церковный ящичек не защищен от воровства это говорит о том что мсц и хб находится в трясине подозрительности недоверия лжи и скрытности это мне напоминает рынке 90-х годов когда ты покупаешь товар на кровные сбережения и понимаешь что с этими деньгами продавец может просто убежать а может подсунуть поддельный товар в такой атмосфере нужно платить высокий налог на человеческие отношения на рынках этот налог осуществляется в виде того что покупатель брал с собой родителей или крепких друзей которые могли бы в случае инцидента отбить твои деньги обратно некоторые носили на рынок газовый баллончик кто-то носил кастет а иные носили даже пистолет и обязательно должна быть крепкая сумка с надежным замком чтобы никто из нее не смог вытащить твой кошелек ну и конечно же это должен быть экспертом в том что ты хочешь купить иначе тебя разведут на раз два три охрана средства защиты средства нападения навыки эксперта это все налог на отношения нечестности честные отношения ведут к другому мы можем заплатить деньги но не забрать товар ожидая его доставки и с другой стороны попробовали бы вы на рынке в 90 хотя бы через старые руки передать деньги в соседнюю палатку для размена десять раз холодным потом вольешься прежде чем они вернутся к тебе современному магазину репутация дороже чем ваш товар в наши дни если товар некачественный то его можно вообще вернуть обратно и магазин примет его мы в одиночку бродим по огромным гипермаркетом и не только не трясемся от страха ну и вообще находим это занятие весьма приятным делом где нам все улыбаются и готовы помочь в мире честности и открытости отношения людей протекает просто естественно а потому транзакции отношений становится дешевле что ведет к тому что можно приобретать больше товара по той же самой цене или даже дешевле и по идее если бы вам со цеха бы были бы именно такие отношения честности открытости то петиция не вызвала бы ни у кого никаких претензий но в МСЦ никто никому не доверяет к служителю не доверяют рядовым рядовые не доверяют служителям и в деле сукач оказалось что служители не доверяют другим служителям ведь областные служители с таким азартом делились на братском общении в Орле как уже давным давно не доверяли этому честолюбивому Дмитрию Петровичу сукач ведь они уже давно били тревогу им уже давно тот тип казался подозрительным поэтому служители не доверяют петиции ведь не может быть такого МСЦ и ХБ чтобы люди честно вписывали свои фамилии не для честности существует МСЦ и ХБ ведь в МСЦ и ХБ не может быть того чтобы кто-то что-то начал делать просто ради справедливости тут либо обиды либо гордость либо желание стать служителем либо корысть других мотивов не существует поэтому Андрей решил взломать петицию чтобы всем показать что в МСЦ и ХБ невозможна честная петиция невозможно МСЦ и ХБ не для этого здесь все друг друга обманывают поэтому хотел сказать Андрея нужно платить высокий налог в виде дополнительных степеней защиты петиции дополнительная защита нашлась а вот осадочек остался и так Андрей своими действиями в очередной раз подорвал веру людей в честность он снова воспользовался газовым баллончиком впрыскнув им в глаза наивным покупателям и убежал с чужими деньгами пусть не ратозеют пусть будут начеку мир жесток и Андрей будет проповедовать именно этот образ жизни Андрей а мы не хотим так жить мы хотим жить по-другому мы хотим перемен мы уже устали от этого всего также Андрей сломал способ объединения людей он высмеял это объединение боящийся реальных репрессий члены МСЦ и ХБ и так идут на большой риск вписывая свои фамилии эти немногочисленные робкие подписи первый опыт в истории МСЦ и ХБ объединения людей с разных уголков братства поэтому действие Андрея это действие именно не этичные это действие прагматичные логичные но не этичные какой-то мере это пощечина тем нескольким сотням людей что подписались причем это пощечина из-за угла из-под тяжка Андрей хочет рассорить этих людей чтобы в петиции стало быть западло мы видим что МСЦ и ХБ постоянно ссорит людей здесь каждый сам за себя каждый другому волк и этими разобщенными людьми так легко управлять стоит только выставить Петю в невыгодном свете как от него сразу бежит Паша а от Паши начнет шарахаться Юра по одиночке их легко переломить эти Пети Паша и Юра никак не могут создать из самих себя реальной силы им все время будет казаться что-то в них проблема что-то они какие-то не такие как все остальные поэтому Андрей накидал туда сказочных героев чтобы остальные показывали на них пальцами смеялись смотрите где вы оказались мы не будем с вами объединяться вспомните себя когда в школе на уроке физкультуры вас разбивали на команды невоспитанные мальчики и девочки сразу своей группе показывали на толстых и начинали возмущаться их присутствием в группе мы не хотим быть в этой команде лучше мы вообще не будем участвовать в этой эстафете и только воспитанные мальчики и девочки преодолевая свои низменные инстинкты переламывая самих себя говорили ну и что это же командная игра в МСЦ и ХБ нет командной игры в МСЦ и ХБ боятся команд в МСЦ и ХБ есть стая в стае есть вожаки а есть шакалы которые подсколивают своим вожакам от них же самих страдают и вот эта петиция это первый опыт командной игры люди решили объединиться не на основании приятности друг другу а по причине достижения цели бороться с несправедливостью мне не важно кто стоит под номером выше или ниже меня главное что наши цели совпадают Андрей же решил поссорить этих людей перевести их взгляд с цели на самих себя а вы правда команда ведь среди вас толстые и рыжие ха 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 тоже засмеялись со всех сторон в братстве рыжие там же рыжие и толстые там трамп там старик от обыч ха 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 братство МСЦ и ХБ наполнилось хрюканьем и ржаньем а вожаки стали смеяться громче всех остальных посмотрите на эту горе стаю они решили нас порвать именно об этом говорили на братском общении служители в орле когда кто-то вписал в петицию смеха ради служителя который отлучил Дмитрия Петровича Сукач вот уж они насмехались над петицией для того чтобы так насмехаться даже в школе учиться не надо а вот чтобы понять ценность командной игры так может быть мы сможем доказать что братство это не стая может быть мы сможем доказать что мы готовы объединяться ради цели даже с толстыми и рыжими неужели мы пустим под откос этот первый опыт объединения людей скажите вы многочисленные зрители этого сериала вы подписались вы выбрали стаю или команду надменный вид одиночки или искание одной доли с ближним где стоит ваша фамилия неужели вы еще не созрели чтобы вписать свое имя в петицию ну и самое главное действие Андрея это насилие над свободой слова он отверг путь убеждения аргументации путь слова а решил скрытно совершать насилие я уж не говорю о прочей изворотливости и откровенной лжи при этом не нужно думать что Андрея окажется безнаказанным он стал токсичным и токсичной стала Сибирь именно своим бездействием сибиряки как бы становятся солидарными с Андреем Золотухин будет радоваться что сибиряки тоже испачкались в этом деле теперь Куренбин не сможет обходить сторонкой Золотухина они и в одной упряжке а уж поверьте что Куренбин ну ох как не хочется этого и поэтому Куренбин сердится на Андрея Куренбин сердится на двадцать первый кабинет который не смог обуздать Андрея вовремя и двадцать первый кабинет сердится на Андрея и все это очень сложный клубок хотя официально во всем этом виноватым буду только я Петько Леонид следователь и журналист давайте посмотрим на Андрея как же он сам объективно воспринимает свое дело радуется ли он тому что он совершил что-то святое что повлечет освящение сибирского края на словах вроде бы да он вроде бы считает себя обесчищенным праведником но это на словах на деле он делает все возможное чтобы скрыть свое деяние он проделал невероятную работу чтобы эти расследования никто не увидел ему стыдно где-то на подсознательном уровне а ведь было так легко все остановить но Андрей делает ошибку за ошибкой ввергая себя в трясину был ли он к этому предопределен или это его сознательный выбор давайте разберемся с этим синдромом фараона итак у нас есть его характер есть его поведение есть его совесть есть писание есть баптистские принципы есть влияющие на него друзья так называемый 21 кабинет есть община есть реальные подписанты петиции даже его родной церкви есть такие есть Дмитрий Петрович Сукач и есть на самом последнем месте я сможем ли мы как-то воздействовать на Андрея ожесточиться или извиниться Поведение начнем с поведения он начал вписывать чужие имена в петицию в частности он вписал туда мое имя имя Золотухина Николая Петровича это обман далее он написал что я манипулирую сознанием слушателей умело коррелируя факты под роликом которые как оказалось он даже не прослушал до конца и это снова обман обманул он тогда когда его прямо спросил он ли портил петицию то он прикинулся что не знает какую такую петицию и даже тогда когда он сказал что прочитал петицию то мы четко проследили по минутам что он так и не смог ее дочитать до конца и разобраться с текстом и ему приходилось много обманывать и изворачиваться к сожалению его поведение втягивало его в трясину ожесточение ХАРАКТЕР давайте посмотрим на его характер наш Андрей это Дон Кихот Ламанческий который не отступает от борьбы с ветряными мельницами его любопытство и желание заглянуть за черту дозволенного это уникальное качество которое сделал из него профессионала в сфере компьютерных технологий это его дар это величайшая его сила но также это и величайшая его слабость он должен был суметь ее обуздать но видимо не хватило характера видно что нет практики работы над самим собой он прекрасно устроился образцем Са Сэйхэбэ его никто не трогает и он течет по течению ни в чем себе не отказывая поэтому даже в петиции он стал вставлять героев сериалов которыми забита его голова он даже в этом не смог себя проконтролировать к сожалению это сыграло с ним злую шутку и так его характер скорее будет способствовать его ожесточению двадцать первый кабинет давайте посмотрим на его друзей из двадцать первого кабинета это самые близкие ему люди в двадцать первом кабинете есть один уникальный человек который мог его остановить во первых этот человек является теневым лидером двадцать первого кабинета он самый авторитетный человек самый умный самый влиятельный во вторых в природе этого человека находится вакцина против любого безумства храбрых против любой революционной деятельности в третьих этот человек предвидит исход дела в четвертых этот человек педантично скрупулезен по отношению к любым ошибкам и промахам этот человек это величайшая сила которая способна обуздать нашего иррационального импульсивного Дон Кихота и этот человек с красивейшим именем является родным братом Андрея Александр 29 октября во вторник в тот же самый вечер как я нагрянул к Андрею с обыском и поставил его перед ультимативным требованием я сразу же отправил голосовое сообщение Александру я описал ему всю ситуацию я просил и умолял его чтобы он воздействовал на Андрея ведь единственное что я просил на тот момент это записать ролик с извинением который я передам братьям с сайта Антипа и это нигде не всплывет если Андрей не продолжит свою спамерскую деятельность и я не буду записывать видео мне вообще было лень на тот момент записывать это видео но Александр ответил мне очень едко он вообще в последнее время со мной общается только в таком тоне Леня с какой кстати ты решил со мной посоветоваться это конечно мне стит такой выдающийся человек собирающий компромат на всех обратился ко мне за советом но твой месседж звучит как шантаж делай так как подсказывает тебе твоя совесть а ты еще разве не выпустил ролик про 21 кабинет честно говоря даже вникать особо не хочу в то какой конфликт у тебя с Андреем я знаю что ты умеешь переворачивать чужие слова пытаясь поставить человека в нехорошем для него свете поэтому увы но обсуждать твои дела с тобой не вижу никакого смысла дабы не быть соучастником я попытался объяснить Александру что он уже соучастник что Андрей это бренд 21 кабинета что вся Сибирь в этом замарается я даже говорил Александру его любимую фразу а зачем зачем вам все это нужно не проще ли извиниться но Александр к сожалению именно на меня излил всю желчь своего пессимизма неужели Андрею суждено ожесточиться совесть может быть совесть однако дальнейшее общение с Андреем выявилось в следующей стадии принятия решения отрицание отрицание через устранение самого вопроса спамерства отрицание через смену повестки дня 30 октября в среду Андрей попытался дискутировать со мной на отвлеченную тему о том почему служители редколлегии канала заступничества Антипа скрывают свои имена он попытался создать вид что он не спамер а некий Будда который спустился с гор Тибета чтобы принести просветление редакционной комиссии канала заступничества Антипа где имена пишет он про служителей МСЦ и ХБ которые ведут канал заступничества что же они чужие имена указывают от свое скрывают как ты не кажется тебе что это малодушие трусость подлость и предательство по отношению к другим ты не задумывался над тем почему нам известны имена великих реформаторов церкви и почему многие из них погибли от этого потому что они не скрывали своего имени и действовали открыто не боясь открыть своего имени так как были уверены в своей правоте и они не прятались за спинами других как делаете вы или вы боитесь костра инквизиции и готовы на этот костер бросить других в жертву вот вы герои настоящего времени респект все ваше занятие как не нужный никому крестовый поход вылить на церковь уши от грязи и праздновать свою победу над церковью это все что вы можете и исчерпывающий ответ на эти размышления Андрея есть вообще-то на канале заступничество Антип Андрею же я советовал думать о себе и о своем поступке все дискуссии для него теперь не не должны играть никакой роли так как в воскресенье про него выйдет первая серия отрицание через доказательство отсутствие вины 31 октября в четверг Андрей сам стал со мной переписываться пытаясь снова доказать что ничего плохого он не сделал хакер тот кто взламывает написал мне а по твоему объяснению там просто заполнили форму доступную для всех и всех он написал заглавными буквами где взлом удивляется Андрей отрицание через отказ от диалога 1 ноября в пятницу я сам напомнил Андрею что в воскресенье он проснется супергероем на что он мне ничего не ответил отрицание через перекладывание вины на всех остальных 2 ноября в субботу Андрей снова забеспокоился и настрочил мне довольно запутанное послание как я понимаю пишет он некоторые служители МСЦ и ХБ а может быть их и нет вообще а просто Олег Соловьев выдает желаемое за действительное вроде бы как бы действуя от их лица даже в ролике он зачитывал обращение вроде бы как от служителей но по сути своей это анонимка вообще скрывает свои имена толкая других на какие-то действия при этом других заставляет писать свои имена и данные ничуть не скрывая их чем мой поступок в твоих глазах хуже ихнего я может подписал петицию взяв революционный псевдоним три богатыря а ты даже не захотел подписать сам толкая на это других я тебе помог справиться с твоим малодушием писав твое имя насколько я понял ты бы подписал ее сам но побоялся последствий так что я помог тебе и ожидаю спасибо в ответ на поступок друга если быть до конца честным и справедливым если авторы петиции не хотят огласки своих имен то нельзя из других этого требовать иначе этот поступок со стороны служителей МСЦ и ХБ которые взяты в кавычки являются подлым низким безответственным и нечестным и трусливым и мне странно слышать от тебя что если кто-то подпишет петицию не своим именем это нехороший поступок или эти служители МСЦ и ХБ снова в кавычках инициировавшие это движение снова в кавычках оставить для себя запасной выход на случай если им придет осознание того что они были неправы то есть другими словами остаться чистыми в кавычках снова и не важно что другие 180-200 человек по уши окажутся в грязи снова в кавычках подводя итог пишет он дальше пострадал от этого ты так как только тебе от этого стало плохо снова в кавычках что это ты призвал подписать петицию и я тебе своим поступком показал абсурдность не только самой петиции но и всего происходящего вокруг этого я уже тебе говорил и писал что прикрываясь уставом МСЦ и ХБ ссылаясь на него в своей петиции при этом самим идти вразрез с этим уставом это абсурд обвиняя в нарушении устава других самим в этот момент нарушая его вызывает только сочувствие по отношениям к авторам сего со мной так никто и не связывался ни Олег Соловьев который является автором антипосайта ни служителем СЦ и ХБ в кавычках хотя как я понимаю это ему или им если они все-таки существуют сообщил обо мне я готов выслушать был его или их чтобы если был неправ в своем поступке принести ему им свое извинение при этом эти говорил что сбор денег в адрес не установленных лиц и непонятно для каких целей это лохотрон отчаяние в это же время Андрей начинает строчить целые послания в форме петиции итак смотрим видео которое мне передали с сайта антипы вот Андрей вводит что-то очень длинное графу имя и фамилия вам интересно что он там настрачил сейчас узнаем спасибо вам а не хотите ли вы попробовать действовать в рамках устава МСЦ и ХБ на который вы ссылаетесь согласитесь что это очень умно разговаривать таким способом напрямую с редакционные коллеги из сайта антипа Андрей одного никак не может понять что сайт антипы это лишь площадка для всего общего неудовольствиями событиями в Белгородской области главный двигатель этого неудовольствия это общественное мнение это общественный резонанс никакой сукач никакой Леонид Петько или какая-то любая другая группа служителей никогда не достигнут резонанса если нет того что резонирует резонирует братья и сестры они сами разберутся главное не надо их отлучать за их взгляды не надо им рты затыкать не надо их домы сжигать и колеса протыкать не надо ломать петиции люди умные существа андрей поверь они сами разберутся и тебе еще объяснят отчуждение днем 2 ноября в субботу вышла в свет первая серия но андрей написал что ему некогда смотреть первую серию он занят ремонтом машины первая серия очень быстро стала расти в просмотрах огромное количество лайков 1200 просмотров 59 лайков и 9 всего дизлайков за несколько часов пребывания ролика на ютуб канале такого еще ни разу не творилось на моем канале расслабление 3 ноября воскресенье андрей сообщил что суперзвездой он не стал была вечера все прошло как обычно служители его не журили друзья не осуждали косых взглядов не встретил можно успокоиться он шутил по поводу того что наш сериал должен собрать много денег и часть средств нужно будет передать ему я его спросил будем ли опубликовывать нашу переписку с ним а что принесет больше дохода спросил он конечно же нужно опубликовывать тогда он позволил мне самому решать этот вопрос я попросил номер его карты чтобы собрать ему денег но он отказался от этого мы с андреем удивительно мило в тот день общались он был такой интиментальный в общении заботливый интересовался тем чтобы я хорошо заработал на этом сериале я ему тоже писал ласковые сообщения о том что он уже не хорохорится и не использует слова бред и лохотрон видимо работа идет его внутренним человеке и к концу сериала вполне возможно Андрей примет петицию к свое сердце хитрость однако это успокоение было следствием не только того что он спокойно поучаствовал вечер а также и того что он длительное время провел в кругу молодых братков имена которых появились в первой серии они весело общались и придумали хитрый план как заблокировать расследование как окажется этот план сработает чем он наведет на меня большую панику и не только на меня найден источник подлости это Питько Леонид Андрей пишет мне у тебя интересное кино про меня в первой серии вел персонажей показав фото назвав по имени потом сказал что с них подозрения сняты а извиниться не захотел получается в гости вы больше к нам не приходите ложечку там и нашли а осадок остался вот вот такой подлости я от тебя не ожидал написал мне чем слушал Андрей меня в первый день нашей встречи ведь я ему пытался объяснить что он это не он а бренд 21 кабинета всей сибири что он всех вернет в эту жижу которую заварил золотухин и вот Андрей мне пишет не ожидал скажите разве можно из нашего расследования выкинуть золотухина куренпина его родного брата Александра 21 кабинет юных сыновей 21 кабинета который в это время блокирует мое видео а про что тогда рассказывать какое мороженое любит Андрей или какой у него цвет глаз разве не его родному брату Александру я объяснял что мы социальные существа что мы все повязаны по тени одного и вытянешь сразу всех поэтому я снова напомнил что этот порочный круг породил он Андрей а все что вытянулось вместе с ним это уж бонусом и извиняться перед другими придется ему самому друзья это конец 4 серии а в 5 серии вы узнаете как мы с Андреем начали составлять текст извинения для его уже видеоролика подписывайте петицию и ждите очередной серии до встречи